Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И Он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Всякий дол наполнится, всякая гора и холм понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия». Мы живем в такое время, когда обычно люди вообще о спасении даже не думают. и если какой-то человек думает о своем спасении, это очень большая редкость. Основная масса людей думают о своей телесной жизни. Даже вот появилось такое присловие уже много десятков лет, витает в воздухе, говорят люди, «Главное – здоровье». Для людей стало главным, к сожалению, жизнь телесная. Но Господь пришел на землю и крестился в водах Иорданских от Иоанна не для того, чтобы дать людям здоровье. Хотя исцелял Он, конечно, десятки и сотни болящих людей, и болящих смертельно, и даже воскрешал мертвых. Но не для этого Он, конечно, пришел. Потому что, сколько человека не исцеляй, какую бы терапию не прикладывай к его болезненному состоянию, придет время, и душа расстается с телом. Как это ни прискорбно. Это общий закон нашего падшего человечества. А Господь пришел для того, чтобы человеку подарить вечность. Идем скажет, ну мы и так вечные. Душа же она не исчезает, а переходит в мир иной. Это правильно. Но с точки зрения Божественной, не всякая жизнь может называться жизнью. Потому что вне Бога жизнь человека не может называться жизнью. Потому что Он есть податель жизни. Поэтому вот можно такое сравнение привести, как со срезанным цветком. Срезаем мы розу, ставим ее в вазу, и она какое-то время продолжает цвести, даже запах источает. Но потом даже в воде она засыхает. И засохнув, она может сохранить свою форму, свой цвет. Любой даже не специалист скажет, это роза. Но она сухая. Так и жизнь для человека вне Бога, она засыхает. Она даже перестает быть жизнью человека. Потому что все человеческое вне Бога засыхает. Человек становится хоть и разумным, хоть и говорящим, но все-таки животным. Человек вне Бога теряет свои божественные и человеческие свойства. Человек становится одним из морякопитающих, которые населяют нашу землю. Но Бог, когда творил человека, Он готовил для человека совершенно другую участь. Не чтобы человек в конечном итоге озверел, но наоборот, чтобы человек уподобился ангелам. Чтоб небесная жизнь в нем как раз пребывала больше, чем жизнь телесная. И вот для этого Господь пришел на землю. Он пришел спасти нас от греха, от озверения, от того, чтобы мы превратили жизнь нашу и самих себя в демонов. Но человек все больше и больше напоминает, конечно, демона. И вот по своему злому нраву, и по своим поступкам, и по тем словам, которые он изрыгает, и по взаимоотношению друг с другом. И даже вот такая фундаментальная вещь, которая отличает человека от животного, их вообще этих пять таких камней, на которых зиждется наше человечество. И одно из них семья. даже если посмотреть отдельные семьи, то отношения внутри семьи вполне сравнимы с отношением животных диких. Ну, а некоторых животных даже можно поставить и в пример. Как самец относится к самке, как самка относится к самцу, как детеныши относятся к своим родителям. Отношения вполне такие ворочливые, звериные, едва не доходящие до открытой вражды и угрозы, и ненависти, и злоба. То есть все рассыпается. В чем причина? Причина, что между человеком и Богом стоит грех. И та благодать Божия, источник божественной любви, она не доходит до сердца человека. Не умягчаются злые сердца, но наоборот ожесточаются действием греха. Человек все дальше и дальше уходит от Бога. Человек по-прежнему не хочет Бога видеть, не обращается к Нему за помощью, не ставит себе даже такую задачу спасения от этого кошмара, в котором он живет. Но наоборот, он все время настаивает на собственной правоте. А путь к спасению он совершенно в другом месте. Поэтому Христос даже прежде того, как ему самому выйти на проповедь, он послал Израилю своего последнего пророка Иоанна, который говорил покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. Практически у любого человека, который 25 лет ходит в церковь, если спросить, что такое покаяние, он, к сожалению, не может сказать. Потому что сам далек от покаяния. Почему? Причем тут покаяние? Что это значит? А покаяние это, во-первых, искать причину того, что с тобой происходит, не в других людях, а в самом себе. не кто говорит, ну хорошо, а чем же я виноват? Давай так рассудим, что раз Господь тебе попускает вот такие-то обстоятельства, то значит Богу угодно, чтобы ты эти обстоятельства использовал для того, чтобы спасти свою душу. мы не можем верить в какие-то случайные вещи. Тот, кто верит в случай, тот не может веровать в Бога. Это только неверующий говорит повезло или не повезло. Кому-то это такое что-то случайное. Нет, все, что с нами происходит, все происходит по благому промыслу Божию. Все, что Господь не попустил тебе, и сладкое, и горькое, это все тебе благо. И поэтому причину того, что вокруг тебя происходит, нужно искать в самом себе. Вот. И вот найти это, это и значит начало покаяния. Как один древний святой говорил, когда увидишь в себе грехи, как песок морской, знай, что ты положил начало покаяния. Это еще не покаяние. Потому что увидеть свой грех, это только начало покаяния. Это как вот человек, который выучил буквы, это еще только вход в книжный мир. то, что ты знаешь алфавит, это еще ничто. А вот прочтешь полторы тысячи книг, причем ну не всякую дребедень, а такие полезные, это уже есть некое образование. Потому что мудрость людей, которые изложили там свои мысли, ты хоть и частично, но все-таки имеешь возможность впитать. так вот увидеть свои грехи это только есть начало покаяния. А покаяние это есть изменение своей жизни. И изменение жизни не просто так, как тебе кажется. Хотя совесть вещь такая великая и тоже данная нам от Бога и тоже является фундаментальным признаком, чем мы отличаемся. Должны отличаться от животных. К сожалению, у большинства людей, можно положить руку на сердце, говорить, что совесть спит. Пока человек жив, конечно, она не умирает. Бывает, что она живает. Я бывал свидетель тому, что у людей, даже которых больше 90 лет, вдруг просыпаются, начинают действовать, и он приходит к покаянию. Но, тем не менее, в большинстве случаев она спит. Поэтому человек и так говорит, так живет, поэтому обвиняет других, когда Господь сам ему указывает на его вину. Вину перед ближним, конечно, но прежде всего перед Богом. Несмотря на то, что Господь нам дал божественную службу, евхаристию, которая есть благодарением, мы никак не научимся быть благодарными Богу. Почему? Потому что мы, к сожалению, из людей превратились в свиней. Свинья это образ такого неблагодарного существа, потому что с одной стороны, конечно, какие дети бывают благодарны родителям. Они все принимают как будто так и надо, всю родительскую любовь. Но когда дети вырастают, они должны же понимать, что для них сделали родители. И вот если он не понимает этого, то значит он свинья. Ну и конечно, мы привыкли жить и пользоваться тем, что Господь нам дал. И небо, и землю, и солнце, и воду, и все, что на земле дал нам и в пищу, и дал нам разум и слово. Но мы этим привыкли пользоваться и как-то не замечаем. А это же все дары Божии. Ну просто не замечаем. Как вот на руке пять пальцев мы им пользуемся. Ну попробуй лишись одного, как бы самого ненужного там мизинца. И уже почувствуешь эту нехватку. И мы тогда начинаем ценить только когда чего-то лишимся. Вот такое подлое свойство падшего человеческого естества. Только когда лишимся. Начинаем понимать чего мы лишились. Но Господь бы хотел чтобы наша совесть и благодарность жила в нас. А зачем ему это надо? Ну живем как свиньи и живем. Грыземся ну и грыземся. Ненавидим друг друга и ненавидим. почему он хочет от нас добиться чего-то другого. Но потому что неблагодарная тварь она не может достичь любви. А Бог по своей природе он есть любовь. И поэтому как отец наш он хочет взаимности и больше ничего. если попускает нам какие-то трудности в нашей жизни и призывает к нас к покаянию чтобы мы изменили свою жизнь только для одного. Чтоб мы познали любовь Божия. Вот для чего им это надо. Потому что спасение оно тоже и от божественной любви происходит. Потому что сам человек не может стать лучше. Вот возьмем какого-то человечка. Ну барахло барахло халтурщик из халтурщиков подлец из подлецов скотина из скотины ворюга из ворюг бессовестный из бессовестных и скажи ему ну давай теперь с понедельника а лучше сегодня с вечера стань хорошим. А как может ли испортившийся кипятильник сам себя починить? Нет. Нужен мастер который либо перемотает обмотку либо заменит сгоревшую часть на другую и так далее. То есть только Бог может изменить человека. Но паяльник он или кипятильник он мертвое неразумное существо. А помимо свободы человека Бог ничего не может с нами сделать. Мы должны пожелать того же. И вот пожелать вот этой исправности в себе вот это как раз от нас. а остальное все Господь. Но к сожалению вот мы все распластаны по нашей земной жизни так сказать и смотрим где бы что схватить а о небесном к сожалению не помышляем. Вот Господь послал пророка Иоанна к Израилю. Ну и что весь Израиль пришел на Иордан в за Иорданскую страну? Нет. Пришли только некоторые и стали его учениками. Потому что не всем и тогда в Древней Израиле нужно было проповедь нужно было о покаянии. Но все-таки нашлись такие люди. И они поселились рядом с ним и слушали его и учились от него. И так Господь и вот сегодня крещение придут тысячи людей за святой водой. Спроси у человека а зачем тебе святая вода? Ну я буду освящать свое жилье. Хорошо это? Хорошо. Я буду пить эту воду. Да хорошо? Хорошо. А зачем тебе освящать жилье? А зачем тебе во здравие души и тела пить святую воду? Зачем? Какой в этом смысл, если ты за этим не видишь благодеяний Божий к тебе? Вот. А чтобы это увидеть, должно упасть греховная пельна с глаз. Вот этот процесс обоюдный. Увидеть то, что меня отделяет от Бога и начать просить у него о том, чтобы он нас исправил. Вот это и есть покаяние. Поэтому вот этот чудный праздник Богоявления Господня, когда он явился народу, чтобы исполнить всякую правду. Иоанн, конечно, удивился, говорит, зачем тебе креститься, когда на тебе нет греха. Ну и потом, как я грешный человек, буду крестить тебя, когда ты есть творец вселенной. Ну, это даже смешно. Бог омывает свои грехи. Нет. Но он хотел Христос во всем быть подобный нам. Он нам указал путь. Потому что крещение это есть такой символ. Вода она омывает грехи. Во всех религиях во всех есть этот обряд омовения. Ну, там он разного содержания, но всегда связан с очищением. И так как Христос хотел, чтобы это не только по внешне, по обряду стало очищением, но и внутренне, чтобы произошло очищение души от греха. Понятно, сейчас вечером там раздетые мужики и бабы будут крякая, а некоторые крича благим матом окунаться в ледяную воду и будут думать, что сейчас там нечто с ними такое произойдет. ничего кроме прилива крови, потому что вода холодная, сосуды имеют свойство сжиматься, расширяться и потом действительно такое приятное ощущение. В отдельном случае даже можно и выздороветься, но неужели Христос пришел на землю, пролил свою кровь, чтобы мы погружались в ледяную воду. нет, совершенно не в этом. Он явился для того, чтобы дать нам новую жизнь и жизнь с избытком. Вот что он от нас хочет. Не то, что мы соблюдали какие-то такие очень приятные, симпатичные народные обычаи. Нет, он хотел бы, чтобы мы изменили свою жизнь. Если мы ее не будем менять, то эта вера наша, она тщетна, она не приносит никакого плода. Как лыжная палка, которую можно посадить в любую плодородную землю, хоть в навоз воткни, на ней персики не вырастут. Мы должны ожить и ожить не с такой нашей человеческой точки зрения, когда живем и радуемся, а с точки зрения божества, чтобы в душе нашей благодать Божия, как в нашем теле кровь лилась. Вот это есть изменение жизни. Вот этого он и хочет. Он хочет войти в нас, он хочет достучаться до нашего сердца. Не только водой, он хочет своим собственным присутствием, через благодать быть с нами. Он хочет соединиться с нами в любви. это же так сказать очень естественно. Потому что даже и человек, он хочет заниматься тем, что он любит. И это очень правильно. Поэтому нам нужно понять своего Бога. А понять может только любя. Когда мужчина говорит про женщину, она меня не понимает. Как перевести на русский язык? Что она из Таджикистана что ли приехала? Не. А он просто чувствует, что она его не любит. И наоборот. Потому что понимание возможно только в любви. Как воспитать дитя, понять его, что ему надо, что для него лучше. Можно только очень любя свое дитя. Часто и от не хватает. Только любовь делает нашу душу зрячей. Только любовь может нам дать возможность увидеть Бога. И увидеть Бога друг в друге. Потому что какие-то следы присутствия в нас божества, они конечно есть. и глядя на это мы увидим самым человеком, который далек от Бога, увидеть божественное и дать возможность увидеть в нем то, что вполне достойно любви. И вот Господь от нас этого ждет. Благословение Господнего благодатью человека любить всегда неприсно и во веки веков. Аминь. Продолжение следует...